здравствуйте давно хочу снять видео но одно и очень неудобно сегодня дочь заболела дома сидит поможет мне немножко в общем поженились мы с васей 1987 году 30 лет назад вот здесь вот мне 18 лет видно не видно не знаю там доченька покажи там папа где 18 лет закладочка у меня там есть тут тоже вот у нас папа тоже 18 лет а там это убери папа у нас здесь вот мне наверное лет 14 фотографии вообще нету у меня можно сказать я маленькая в общем поженились мы 30 лет назад здесь вот есть немножко фотографии где я училась вот в училище у меня образование средне специально я училась на штукатуром маляра ну я не работала штукатуром маляром работала на заводе труба деталь в челябинске я почти 20 лет отработал там с небольшими перерывами и папа тоже у нас вася 20 лет отработал покажи еще там чуть-чуть несколько фотографий это вот на 1 мая на демонстрации мы как раз перед тем как пожениться это 87 год и мы братья и сестры он у нас получается самый старший после него еще пятеро ребятишек а я в семье 6 и меня еще трое ребятишек получается у меня в семье девять детей было а у папа у нашего было не было есть 6 у нас 9 ездили на украину это вот папина бабушка баба варя мы там пожили наверно месяца два и потом по оргнобору ну и сейчас раньше то на как бы оргнобору он официально назывался по-другому вербовка и мы по вербовке поехали в челябинск на завод вот здесь вот мы уже в челябинске фотографию в разброс наклеены как бы и снять не могу чтобы не потерялись и здесь вот жили мы челябинске это вот все наши друзья также сама приехали вместе с нами по вербовке все с украины али общежития жили мы в общежитии полтора года мы получили однокомнатную квартиру маленькую 27 квадратов но все-таки квартира там ванна как бы туалет совмещенный кухня хорошая перелистовая дочка и кухня была хорошая большая и и получается балкончик даже и на первом этаже мы жили ну и комната соответственно где-то квадратов 12 вот ну и вот мы там прожили 20 лет она с молдавии тоже не зовут тамара она меня очень многому научила как готовить потому что я готовить когда замуж вышла я даже яичницу готовить не умела потому что я училась сначала в интернате восемь классов закончила и сразу уехала в томск там я поступила учиться на штукатура маляра естественно там тоже все было на готовое мама меня вообще ничего не научила ничему я ничего не умела и вот тамара наша соседка она меня учила и готовить прожили мы 13 лет мы пробовали искали как бы пошла я мы жили там не в самом городе конечно в пригороде но снеглазово я ходила в администрацию спрашивала говорю вы не знаете вот куда обратиться чтобы ну ребенка взять раньше слухи вообще ходили такие что взять ребенка практически нереально что там очереди там миллионные стоят люди в очереди ну я походила походила поспрашивал никто даже ничего не знал куда вставать на очередь куда обращаться там такой вот рекламы как сейчас вообще не было никогда никто ни о чем не говорил где и что куда можно обратиться чтобы удочерить ребенка мы с подружкой и она со своей одноклассницей над надей дубровиной сейчас у нее конечно другая уже фамилия ходили шашлыки как бы жарить и вот она мне и говорит она как раз устроилась была в отделении патологии в челябинскую областную больницу говорит не хотите сходить посмотреть у нас в отделении лежит девочка говорит ну такая хорошенькая ей там один месяц всего от нее мол мама отказалась и говорит сходите посмотрите заведующая говорит у нас очень хорошая она вам все расскажет и покажет и если при желании если вы захотите взять этого ребенка она вам поможет мы конечно сразу побежали побежали туда пришли и и давай нас это принеси альбом твой вот пришли мы в отделение патологии и нам там показали для личку вот здесь вот откуда мы ее взяли тут написано как вот она родилась в десять двадцать пять во вторник вес три семьсот тридцать и рост 52 сантиметра богатырек такой тут вот наши ощущения как мы вот и и взяли так ну здесь мы уже забирали но это как бы получается что нам очень сильно помогла заведующего отделение патологии тут даже немножко то есть что это отделение патологии она назвала адрес куда пойти и она нам сказала говорит вы попробуйте врать опеку оформить потому что это делается очень быстро а если вы будете как бы на удочерение сразу то это долго пока суд пока что ребенок будет долго еще ну мы пришли в опеку поговорили они они сказали да без проблем берите потом будет время и не оформите как бы удочерить ее и все ну и вот мы вот нам очень помогли две недели наверное прошло мы собирали документы очень быстро в то время даже суда никакого не потребовалось как бы нам документы все собрали и вот 31 июля 2000 года мы уже как бы настеньку привезли домой вот здесь вот она первый день с мамой дома отсвечивает наверно вот так вот а поэтому проблем у нас взять настеньку не было вообще как бы нам посоветовали нам она очень сразу понравилась очень и она такая умненькая такая спокойно вот здесь эти три месяца с моей подругой с крестной со своей со светой все четыре месяца ведет она такая крупненькая такая умненькая сообразительную такая вот очень красивая девочка мы ее безумно полюбили сразу вот ну здесь вот мы с папой еще до до того как у нас появилась появилась маленькая лялечка здесь пять месяцев здесь пять месяцев две недели здесь вот свет и со своей дочью тоже наша лучшая подруга с доченькой анжеликой в общем вот так вот жили мы растили маленькую нашу настеньку вот какая она у нас красавица видео конечно есть надо оцифровать здесь уже год и шесть месяцев здесь вот у меня все написано когда она стала хватать за пальчик когда начала держать год ловку когда начала улыбаться здесь вот год и 7 месяцев новый год встречает моя доченька а здесь на рождество с подружкиной дочкой анжеликой так пошла настена в год и пять и с первого же дня не плакала ни разу свой она так любила у меня садик серна или еще есть фотографии вот тут уже алиночка появилась а ну я в следующий раз расскажу про алину в кроватке они где-то 5 1 в садике с ребятишечками 5 лет и 7 месяцев с куклами алис в садике тоже каждый год фотографируемые с ребятишечками в садике дочь растет и конечно ребятишки тоже подрастают ну все спасибо следующий раз про другого ребенка расскажу